Солнце в небе, солнце на площади и в каждой песне об Анапе, цвет солнца и в нарядах анапчанок. Вот так запросто оказалось, герб Анапы можно носить на себе, прославляя детский курорт. Казачки с фенками и лентами, изящные тонкие гречанки и жизнелюбивые армяне на одной сцене – все национальности в одном танце. Анапу называют самым солнечным курортом – 268 солнечных дней в году. Но и это не основной показатель. Самое яркое солнце выходит один раз в год на площади у зданий администрации. В этом году в тренде красные лучи. Сотни ребят, отдыхающих в Анапе, с воздушными сердцами в руках, раскрасили площадь. Глазковый прибой, она во сердце навсегда со мной. Золотой стрелой, прямо в небеса, мы умеем вместе делать чудеса. Миллионы глаз, жду тебе привет, для России ты солнца яркий свет. Сердце навсегда со мной. Один раз в год хозяева курорта администрация города становится гостями на праздники, а гости – хозяевами праздника. Мэра Анапы Сергея Сергеева встречали как долгожданного и уважаемого гостя. Короткое путешествие через века улицу Горького в прошлое. И у киноконцертного зала Победы руководство города и гостей праздника встретила Екатерина Великая. Провела гостей на площадку под звуки нестареющего вальса. Далее гости прошли на набережную жемчужину курорта. И здесь официальную делегацию встретил гостеприимный неокол. И оказав высшее расположение, посвятил гостей в горгипийцев. Вот так за один час анапчане и гости курорта побывали на праздники в современной Анапе. Прошли через века вспять и познакомились с первыми жителями Анапы – горгипийцами древнего города. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Роман Карпов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион.